Приветствую вас. Конечно, тема хвостовства, которую вы поднимаете, является достаточно серьёзной, но ключевой момент здесь заключается в том, что вы хотите казаться не быть. И тот факт, что вы хотите казаться не быть, говорит о том, что себя в общем и целом вы как доковую не принимаете себя и считаете вероятно и по-видимому, что, ну, что сами по себе вы мало чего стоите, мало чего значите, вот, и так далее. То есть, если у вас ощущение, если у вас чувство стыда по отношению к себе, то есть, хвастаться вас стимулирует именно стыд. Хвастаться вас стимулирует именно чувство стыда, которое у вас имеется по отношению к себе самой. Поэтому, на мой взгляд, первым шагом к тому, чтобы перестать хвастаться, нужно здраво принять себя и отделить те самые запреты, которые у вас имеются на принятие и использование своих собственных ресурсов, своих собственных способностей, своих собственных навыков, своих собственных умений и так далее. Потому что хвастаться вы, по сути, отражаете желания других людей, ну, как вариант. И, отражая желания других людей, вы, конечно же, не прислушиваете к себе, а значит, не реализуете что-то вам действительно нужно. Вот, по сути, речь идёт о патологическом обмане, о патологической лжи, вот, а ложь свойственна человеку именно тогда, когда он не способен относиться к себе самому адекватно, не способен относиться к себе самому здраво, не способен относиться к самому себе, ну, скажем так, позитивно. Вот, поэтому, на мой взгляд, вы сделали абсолютно правильную вещь, что решили обратиться к нам за помощью. Вот, на мой взгляд, вы сделали абсолютно правильную вещь, но я бы сказал, что это лишь начало пути, потому что, что вы в себе не принимаете, почему вы в себе не принимаете то или иное. Это нужно исследовать и корректировать вашу личность. Тогда, я полагаю, что будет результат. Вот. Для начала определите, подумайте, определите, что для вас является важным. Вот, что для вас является по-настоящему важным и значимым, к примеру. Какими, к примеру, ценностями вы руководствуетесь, допустим. Подумайте, пожалуйста, на эту тему, ибо это очень важный момент, это очень важная история. Именно с этого и будет начинаться работа. То есть, если вы хвастаетесь, значит, вы хотите чего-то достичь. Если вы хвастаетесь, значит, вы считаете, к примеру, что, ну, у вас, допустим, да, должна быть, ну, допустим, определенная жизненная позиция, к примеру, да, или определенный набор каких-то качеств, да. То есть, вот, например, у вас все должно быть обязательно хорошо в, к примеру, да, в любовной сфере, допустим. Вот. Но, почему так, да, почему так? Почему у вас именно должно быть все хорошо? Откуда эта потребность, это желание казаться лучше, чем вы есть на самом деле? Ведь у этого есть ведь причины. Вот давайте мы с вами по этим причинам и пройдемся. И посмотрим, насколько они истинны, насколько они реальны, насколько они, к примеру, отражают то, что вы действительно хотите. Насколько они отражают то, что вам, к примеру, действительно нужно. Потому что это все ценности ваши, которые вы считаете для себя важными, которые вы считаете для себя ценными, которые вы считаете нужными для себя. Вот так ли это вам нужно и для чего? Ну, вот это очень важная история, которая, на мой взгляд, нуждается в работе. Поэтому, если вы хотите получить реальную помощь эксперта, да, как вы говорите, то обращайтесь к любому из специалистов, который придется вам по душе и начинайте с ним работать. Именно в личной беседе, именно в индивидуальной терапии вы сможете решить все свои вопросы и начать жить полной счастливой жизнью без необходимости похвастаться, врать и обманывать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.